Цены на продукты растут с космической скоростью, а зарплаты застыли на месте. Такая продуктовая корзина – это максимум, что могут позволить себе казахстанцы на свои честно заработанные деньги. И, кстати, оплата труда многих жителей варьируется в пределах от 120 до 150 тысяч финге. Редакция «Голос народа» снова обратилась к жителям столицы, чтобы узнать, как им удается выживать при таких условиях. «Понимаем опрос насчет цен на продукты. Вот скажите, в месяц вы сколько примерно тратите?» «Всю зарплату на продукты. А вот за один поход примерно сколько?» «Ну, минимум 5-10 тысяч. Ой, много, девушка. Пенсии не хватает. А как вообще вы умудряетесь жить?» «Ищем где дешевле. Покупаем всякую ерунду. Знаете, иной раз даже и кушать не охота. А голод не тетка, все съешь. Поэтому я все время раньше удивлялась, которые люди покупали вот эти вот дешевые продукты, которые на улице продают. А сейчас сама покупаю, потому что не хватает денег. Пенсия вообще смешная. Сейчас все подняли, и свет подняли, коммунальные услуги. Все подняли, все подняли. «Не хватает? 50-60. А за один поход сколько уходит примерно?» «По 5-7. Ну как, мы вдвоем с бабушкой живем. Я 90 получаю, а бабушка 89. Не, ну подняли бы, ну. Уже 72 года всю жизнь в деревне прожили. Азарин-дазарин работали, а городские работали 5 дней и 2 выходных, а мы Азарин-дазарин. Вот так. Надо добавить. Вот смотрите, у меня заработная плата 120 тысяч. Я трачу только 80 из них. Это считаю купить продукты. Мясо, оно дорогое. Хотя ребенок постоянно каждый день хочет кушать. Хлеб. Хлеб по цене больше 100 тенге уже стоит. 160 тенге вот я брал в пекарне. Хлеб. Как хлеб может 160 тенге стоить? Вы извините, здесь вот пенсию не поднимают, зарплату не поднимают. А почему мы должны вот за продукты отдавать свою зарплату, считай? А как нас обеспечивать нам детей, родных, близких? Как помогать? Пожалуйста, вот даже эти продукты, они большинство выкидывают. Сколько раз замечал. Выкидывают коробками, яблоки там, все подряд, огурцы. Но зачем выкидывать, если можете эти продукты отдать нужда им? В общем, мы тратим деньги, мы эти деньги зарабатываем своим потом, кровью. Зарплату не повышают, а в итоге повышают только цены на продукты. А вот как вы вообще считаете, что вот люди в Казахстане делают, чтобы как-то выживать вот с такими условиями? Ищут вторую работу, на двух работах работают люди. Ради чего? Ради того, чтобы пропитать не только себя. У кого-то не один ребенок, у кого-то два-три ребенка. Это надо поднимать, не считая того, что накормить, так еще и одеть, обуть. Цены на все полностью просто жесткие. А говорят, у нас сырья нету, у нас пшена много. Зачем так вот поспать людям, я не знаю. Ладно, мы молодые-то как-нибудь, на двух, на трех работах поработаем. А пенсионеры-инвалиды, они получают свою инвалидность ради того, чтобы пропитаться, пропитать там внуков, внучек, племянников, племянниц. Ну, в итоге не хватает этого. Около ста, наверное. Это на трое человек, на троих. За один поход? Ой, у меня в день, наверное, 8 тысяч, наверное, уходит, 10 тысяч, вот так. Это самое необходимое, если ты берешь. Половина зарплаты, наверное, уходит на продукты. Ну, как обычно, цены на продукты растут, зарплаты не повышают. Цены низкие, ой, как, цены высокие, зарплата низкая. Что люди делают, чтобы как-то выживать в таких условиях? Берут кредиты, как спирет на это есть, как-то выживают. Конечно, арене, казыр, бекульнар сяк, кымбат. Аллам, чезу, дизелимы, аллам, ищемы, кеда, честно. Вот, 30,000, 50,000 барам, и толком даже, не знаю, че, купила, то не купила, бельмем даже. Чын дайсам. Вот, андайгламыз, созамыз сағыз дайглып. Былай-былай, нажақа тарцам, нажақа жетпит, нажақа жетпит, нажақа жетпит, солай. Кредитміз бар иші, кредит төлеміз, он процентті бар иші. Сол, баламыз оқиет платна. Бекульнар сяк, кымбат. Бельмем дальше, кақ, дайші болад. Зарплата, көзпайд, брақпродукты, көзпайдар, көзпайдар. Ну, за один поход, сейчас все дорого, молоко дорогое, хлеб тоже цена подскочила. Мясо вообще не стоит говорить даже. Хотелось бы, конечно, все дешевле было, потому что зарплата у людей, я бы сказала, сами знаете, невысокие. Вся пенсия уходит, моя и мужа. Вот только что в магазине стояли, разговаривали. Хотя бы контролировали элементарные цены на продукты, первая необходимость, я имею в виду молочные и хлебобулочные изделия. Я уже не говорю там о чем-то другом. Вот хотя бы это контролировали. И также бытовые, химия бытовая, тоже сумасшедшие цены. Ну, как удается. Вот пошла, вот взяла, сколько хватило до конца месяца, столько и, как говорится, и распределяем так, особо не распределяем. Ну, а что думать, если вот за последние два года у меня пенсия увеличилась на 15 тысяч, а продукты, цены увеличились в 3-4 раза, что можно думать об этом? Да пусть наше руководство думает. Ну, как распределять пояс? По ту же затягиваешь и все. Логически. На продукты много уходят. 250-300 уходят. Ну, конечно, хотелось бы повыше, чтобы зарплата была. Потому что хотим тоже как-то что-то купить для себя. Кроме продуктов еще же другие вещи есть. Да, да. Дети учатся, внуки растут. Лично я вот из наблюдений, сравнивая жизнь там в Германии, да, за рубежом и в Казахстане, я что подметил, что там зарплата позволяет тебе не только жить там на базовые вещи, то есть продукты купить, да, максимум одежду, оплатить аренду, да. Ты еще можешь себе позволить откладывать где-то там, путешествовать и так далее. Это, конечно, замечательно. Я надеюсь, что у нас в стране, в Казахстане, все только в лучшую сторону будет идти. Но, учитывая нынешний уровень инфляции, да, конечно, страшно. Страшно смотреть на цены продукты. Два года сравнить, да. И сейчас это абсолютно ужасно, то, что цены на некоторые продукты в два раза, да, подорожали. Это жалко. Но я думаю, что надо общий уровень экономики поднимать, чтобы у людей были выше зарплаты и при этом как-то стараться сохранить хотя бы нынешние цены на продукты, да. Вот тогда все будет у нас лучше. А пока, честно говоря, ситуация оставляет желать лучшего. 10 тысяч. Это, грубо так, молоко, хлеб к чаю. И все. 5-6 тысяч. При этом практически ничего не берешь, а деньги уходят. Очень дорого. Помудряемся. Экономим. Берем просто все самое необходимое только. Никаких там, как сказать, не то, что хочется, а то, что необходимо. Как-то так выживаем, в общем.